Каждое лето тысячи машин с автотуристами пересекают границы нашей страны. Но прежде чем отправиться дальше по избранному маршруту, все они проходят таможенный досмотр. Операция несложная и недолгая. Впрочем, бывают исключения. Об одном таком случае нам рассказывает Владимир Степанович Полянский. 11 июня 1968 года в Ужгород на КПП прибыли западно-германские туристы, супружеская чета Хаммер. Дитер Хаммер и его жена совершали путешествие через Чехословакию в Советский Союз. В нашей стране они собирались посетить Львов, Киев, Харьков, Ростов, Тбилиси, Сочи, Ялту, Одессу. Хаммер работает в типографии. Ему папа переходят. Оформляя в таможне документы на въезд, он указал, что в багаже не имеет запрещенных к ввозу предметов. Однако при досмотре ручной клади в старом потрепанном чемодане была обнаружена идеологически вредная литература на русском и украинском языках. Хаммеры уверяли, что больше такой литературы у них нет. Это все. Но при дальнейшем досмотре из тайников, оборудованных в автомашине, как из рога изобилия, посыпалась литература. Как заявили супруги Хаммер, они везли к нам запрещенную литературу, книги и журналы, чтобы распространять их среди советских людей. Так бесславно закончили ваяши уже туристы Хаммеры. Они немедленно были выдворены за пределы СССР. Запрещенный груз сожжен, а легковой автомобиль конфискован. Подобный же случай произошел в Бресте. Работниками таможни был задержан микроавтобус, превращенный в передвижной тайник для провоза запрещенной литературы. Ее пытались провести англичане супруги Хиппесли. Антония Хиппесли не впервые приезжает в нашу страну. Он учился в Московском государственном университете, хорошо владеет русским языком и даже изучал наши законы. Тем не менее, он их нарушил. Хиппесли заявил, что не занимается политикой. Но как назвать тогда тайный ввоз запрещенной литературы? Что же это? Как не факт идеологической диверсии против нашей страны? И какие побуждения руководили неполитиком Хиппесли, когда он взялся выполнить задания наших политических противников? Та же мысль невольно приходит в голову, когда знакомишься с делом английских студентов Ридера и Доннели. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что подданные Великобритании Ридер Майкл, 47-го года рождения, и Доннели Кристофер, 46-го года рождения, студенты 3-го курса русского отделения Манчестерского университета в Англии, находясь в Советском Союзе в августе 68-го года в качестве автотуристов, при следовании по маршруту Москва, Харьков, Ростов, Тбилиси, Ереван, Киев, Одесса, собирали сведения разведывательного характера о военных объектах, состоянии шоссейных дорог, а также политическую и экономическую информацию, то есть совершили преступления, подпадающие под действие статьи 57-й Уголовного кодекса Украинской ССР, которое предусматривает по решению суда тюремное заключение. Прошу перевести. Вами поданы заявления в органы советской власти. Граждане Ридер, прошу зачитать ваше заявление. Я Майкл Ридер, английский студент, путешествовал по Советскому Союзу с моим другом Кристофером Доннери, также являющимся студентом в его автомашине в августе месяце. Во время поездки я вел дневник, в который, наряду с впечатлениями и заметками о наших приключениях, я заносил данные о виденных мной военных объектах, военных самолетах, аэродромах и танках. Я понимаю, что такие заметки носят характер сбора военной разведывательной информации. В Одессе я спрятал дневник в палатку, обсудив эти действия со своим другом, и намеревался провести дневник, который содержал заметки о военных объектах через границу Советского Союза, не показав его таможенным или пограничным властям. По возвращении в Англию я намеревался использовать дневник как источник для отчета о путешествии, и, возможно, включил бы в него вышеупомянутую военную информацию. Я намеревался представить этот отчет своим знакомым, в том числе доктору Форшторну, господину Миддлтону и профессору Домбреку, надеясь произвести на них выгодные впечатления. Я искренне сожалею о том, что делал такие записи в дневник, и пытался нелегально провести этот дневник через советскую границу. Я приношу глубокие извинения советским властям за свои действия, и прошу их при определении моей судьбы принять во внимание мои чистосердечные признания, раскаяния, мою молодость и неопытность, и особенно болезненное состояние моей матери. Я торжественно обещаю, что никогда в будущем не предприму таких действий по отношению к Советскому Союзу. Еще раз приношу свои извинения советским властям, и прошу снисхождения. Майкл Ридер. Пожалуйста, переведите. Руководствуясь гуманными побуждениями, а также учитывая молодость, искреннее раскаяние и просьбы Ридера и Доннелли о снисхождении к ним, советскими органами власти принято решение. Материалы о преступной деятельности Ридера и Доннелли в суд не передавать. Сейчас ограничиться строгим предупреждением и предложить им немедленно покинуть территорию Советского Союза. А вот еще один из тех, кто якобы не занимается политикой, а на деле оказывается исполнителем замыслов империалистических разведок и антисоветских организаций. Имя его Николас Брокс Соколов. Реалист и все отрицал. А в поясе привез антисоветские материалы, средства для их размножения и тайнописи. Позднее вы познакомитесь с ними. Оглашается обвинительное заключение. Обвинительное заключение по обвинению Брокса Соколова-Николаса в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 70 Уголовного кодекса РСФСР. В декабре 1967 года органам и комитетам государственной безопасности арестован при выполнении задания гражданин Венесуэлы Брокс Соколов-Николас. Предварительным следствием по делу установлено следующее. Направлению Брокса Соколова с заданием в СССР предшествовала длительная активная идеологическая обработка его. Кто же он такой, Николас Брокс Соколов, приехавший к нам в гости в качестве иностранного туриста, пользовавшийся нашим гостеприимством? Уроженец города Целли, Германия, гражданин Венесуэлы, с незаконченным высшим образованием, холостой, со слов несудимый, прибывший в СССР из Франции, студент первого курса университета в городе Гренобле, проживавший там же по улице Лафаэто, дом 5, в том, что в декабре 1967 года, временно проживая в городе Гренобле, вступил в преступные отношения с представителями антисоветской организации, но 26 декабря 1967 года, при выполнении задания Брокс был задержан, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 70 Уголовного кодекса РСФСР. Подсудимый Брокс, вам ясно, в чем вас обвиняют? Ясно. Вы признаете себя виновным? Признаю. Признаю. Садитесь, пожалуйста. Товарищ прокурор, ваше мнение? Товарищи судьи, поддерживая обвинение в полном объеме, я считаю, что к подсудимому Броксу Соколову, исходя из тяжести совершенного им преступления, должна быть заслужена избрана мера наказания в виде лишения свободы. Виновность Брокса Соколова в совершении вмененного ему вину особо опасного государственного преступления, предусмотренного частью 1 ст. 70 Уголовного кодекса Российской Федерации, полностью доказана. Я прожил очень короткую жизнь. Можно сказать, только начинаю жизнь. Я успешно учился в Каракасе, и моей мечтой было получить высшее образование. Мне очень нравится электроника, и так как в университете в Каракасе такого отделения нет, то я поехал от Франции, чтобы положить там свое образование. Я был очень доволен университетом в Гренобле. И все было бы очень хорошо, если он тест не стал бы мне на дороге. Господин адвокат правильно вам сказал, что я не знал советскую жизнь. Разве пресса не всегда правильно показывает советскую действительность. И когда меня пригласили на доклад Славинского, не зная советскую литературу и советскую жизнь, я не мог отличить ложь от правды. Тамара и Виктор после продолжили клеветать на советскую действительность. И все это привело к тому, что я дал согласие выполнить их поручение, думая, что этим сам я делал что-то хорошее. А вот и вещественные доказательства. Когда я увидел все то, что я привез в Москву, я понял, в какое грязное болото они меня втолкнули. Тогда я решил рассказать следственным органам все так, как произошло. Так, как я сегодня сделал на суде. Я также понял, что они могли толкнуть других, как я, подобное преступление. И с этим самым испортить их жизнь, так, как они сделали со мной. Господа судей, мы русские мигранты, но мы честные люди. Господа судей, клянусь вам, клянусь во имя моих родителей, никогда ничего плохого не делают проживания Советского Союза. Если Советское государство, Советский народ и высокий Советский суд просят в нем мою тяжелую ошибку, ведь Советский Союз, ваша страна, я и мои родители, как русские люди, считаем ее тоже своей родиной. Я прошу вас, господа судей, за мой легкомысленный поступок простите меня. В имя Российской Советской Федеративно-Социалистической Республики 10 июля 1968 года город Москва при избрании меры наказания судебная коллегия учла чистосердечное раскаяние Брок Соколова, его первая судимость и 20-летний возраст, а также то обстоятельство, что он был вовлечен в преступную деятельность лицами значительно старшего по возрасту, а поэтому нашла возможным назначен ему наказание в пределах срока нахождения его в предварительном заключении. Заседание окончено. Беспод сразу освободите. Есть люди, которые по молодости лет не ведают, что творят. Мы видели их, слышали их признание, их раскаяние. Но есть еще много молодых людей, отравленных буржуазной пропагандой, которые считают, что приезжая к нам, они привозят идеи свободы, демократии и культуры. Вот образчики этих дорог. Как видите, выбор обширен, как говорится, на все вкусы и возрасты. Но цель одна. Навязать советским людям свою идеологию, свою мораль, свой образ жизни. А что это такое, вы видите сами. Образ жизни. Его можно рассматривать по-разному. Каждый вечер сотни тысяч советских людей заполняют рестораны, кафе, бары. Они празднуют здесь свадьбы и дни рождения, отмечают успехи в труде и творчестве, встречаются с друзьями и, наконец, просто отдыхают. Но есть среди посетителей ресторанов иная категория лиц. Их кличка фарцовщики. Забыв о стыде и совести, они клянчат, скупают у приезжих иностранцев всякое тряпье, чтобы потом перепродавать его другим таким же поклонникам Запада. Вот урожай одного из них. Рубашки, белье. Подумаешь, что за товар, скажете вы. Стоит ли за это наказывать? Да, конечно, это мелочь. Эти шариковые ручки. И чулки. И косынки. Но ведь дело не в вещах, а в том, что за ними скрывается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова